В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! В гостях у нас сегодня директор аптеки «Гиппократ» Ирина Лялина. Ирина, здравствуйте! Каждый год непременно, к сожалению, наступает эпидемия гриппа. Вот как уже сейчас защитить организм и сделать профилактику, может быть? Конечно же, профилактика прежде всего. Мы приходим домой и открываем окна по одному окошечку, чтобы не было сквозняка. Открытое окно – это совершенно не страшно, как многие думают. А когда открыто одно окошечко в каждой комнате, мы проветриваем помещение. Ну, не дай бог, кто-то у нас заболел, начал чихать, появились какие-то выделения. Мы начинаем профилактику всей семьи. Больного мы изолируем в отдельную комнату, желательно. И его там оставляем, как в изоляторе, как раньше было в лагерях. Никто ничего этого не отменял. Мы его оставляем в комнате и за ним ухаживаем. Он желательно вообще оттуда не выходит. Рубим чесночок, лучок, оставляем с ним в комнате, чтобы он этим дышал правильно. Ну да, при этом можно… Нет, эфирные масла, конечно же, работают. И можно чесночок и лучок порезать ещё во всей квартире, если кому-то нравится такой запах, абсолютно не противопоказано. Также мы, к сожалению, должны с этим человеком заболевшим пользоваться одной ванной, одним санузлом, и он перемещается по квартире, так или иначе распространяя вирусы и бактерии. Поэтому сейчас есть УФО, ультрафиолетовый облучатель, солнышко, либо каких-то других марок, который вы можете использовать как для профилактики заболевания, как и для лечения насморка, горлышка, когда заболит у вас, так и для обеззараживания ванной комнаты. То есть, когда вы… То есть, это прибор для домашнего использования. Это прибор для домашнего использования, да. Эти насадочки разные, меняются в зависимости от назначения для носа, для горлышка. Потом вы насадочку снимаете, открываете вот это окошечко, и в отсутствии людей начинаете дезинфекцию в ванной, либо какой-то комнаты. Вы закрываете все окна, двери. После 30-минутной час, часовой обработки, в зависимости от площади, как в инструкции указано, вы получаете практически без бактерий чистую комнату. Где можно приобрести? Однозначно можно приобрести это у нас в аптеке на Первомайском проспекте. Для удобства жителей Конищева и больных, которые обращаются в областную больницу, прямо напротив больницы мы открыли еще один салон. Там тоже есть эти аппараты. Так, а вот что касается профилактики других заболеваний? Здесь у нас что можно сказать и на что обратить внимание? Для профилактики других заболеваний людям необходимо поддерживать здоровый образ жизни, побольше двигаться. Это, конечно, нам, молодым, очень легко об этом говорить. Но есть люди, которым сложно ходить, которым сложно даже сидеть. Поэтому для таких людей у нас есть велотренажер. Сидя на кресле, вы ставите его и крутите педали. Для бабушки, например, или для человека, которому просто лень ходить уже в возрасте, он, пожалуйста, делает физкультуру прямо сидя на диване. Также вы можете для своих бабушек и дедушек сделать им такой вот тренажерчик, поставить на пол и катать ручками, пожалуйста. Вот она двигает, сидит, работает. Там 50 раз, например, одной рукой, другой ножкой тоже самое. Массажик сделать, то есть все, что угодно. Также для тех людей, которые любят и желают ходить, для ходьбы, конечно же, нужно использовать скандинавские палки. Это, опять же, для того, чтобы люди не болели, для того, чтобы не болели колени, не болели забедренные суставы, не болело ничего в организме, нам нужно поддерживать постоянно увеличенный кровоток. А каким образом каждый для себя будет поддерживать, мы, к сожалению, не можем за каждого человека выбрать. Поэтому, если вы хотите ходить по лесопарку, в Солочи, где угодно, ну, желательно, конечно, вдали от дорог, необходимо использовать скандинавские палки. Но скандинавские палки сейчас популярны не только у людей в возрасте, но и у молодежи. Почему? Они распределяют нагрузку. Они распределяют нагрузку. То есть мы не постоянно стоя находимся и делаем давление, компрессию при каждом шаге. А мы распределяем ее. Мы часть берем на руки и часть берем на ноги. Соответственно, у нас все происходит очень физиологично. И не травмируя, даже если какая-то есть небольшая проблема. А сейчас еще и зима. Зимой у нас вообще процесс жиросжигания даже идет больше. Правильно, если мы занимаемся на свежем воздухе? Это как происходит? Конечно же, у нас происходит жиросжигание. Потому что со скандинавскими палками ты чувствуешь себя не совсем пешеходом. Ты пришел заниматься спортом. Скандинавская ходьба. И ты не идешь в разгулочку и в развалочку. А ты оделся, одел удобные обуви, взял скандинавские палочки и пошел. Ты увеличиваешь скорость, у тебя увеличивается кровоток, увеличивается обмен веществ. И хочешь не хочешь, килограммы уходят. Жалко же терять то, что ты находил. Хочется это поддержать. Вот скандинавские палки, я знаю, что такое. Вот у вас еще необычная синяя штучка. Это что такое? Расскажите. Синяя штучка у нас. Это как раз для плохой погоды. Вот сейчас у нас идет дождь. И со скандинавскими палками не походишь. Со скандинавскими палками не походишь. Пожалуйста, есть стабилизационная подушка. Она используется для всей семьи. Устанавливается на пол. И мы встаем на нее ногами. И необходимо удержать равновесие. Можно посмотреть различные упражнения. В интернете их очень большое количество. Попробуй, пожалуйста, устоять на одной ноге. Попробуй, пожалуйста, устоять руки в стороны. Попробуй устоять закрытыми глазами. И можно даже устроить соревнования в семье. А кто дольше простоит в той или иной позе? И кто, интересно, победит в семье? Вот сейчас, к сожалению, как мне кажется, каждый второй имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Я знаю, что у вас есть салон ортопедической направленности. Правильно? С какими проблемами к вам могут обратиться клиенты-рязанцы? И с чем вы можете помочь? Мы можем помочь. Наша специфика в том, что мы можем помочь абсолютно при любой проблеме, которая возникает у людей. При любой. У нас ежедневно работают сертифицированные специалисты с дипломами, обученные. И если они не справляются с вашей проблемой, на базе аптеки, на Первомайке, у нас открыт медицинский центр, многопрофильный. Там принимают, не побоюсь этого слова, лучшие врачи. Но если вы связаны с такой проблемой, как уход за тяжело лежачим больным, если у кого-то из вас случился перелом, не дай бог, или что-то еще произошло, всегда добро пожаловать к нам. Наше месторасположение, оно очень удобно для всех. Те, кто попал в областную больницу напротив, и те, кто живет в центре, мы очень-очень доступны. Не дай бог, вы что-то сломали, вы получили какую-то травму. И бандаж для плеча и предплечья – это очень редкая вещь у нас в городе. Вот как раз на Первомайском проспекте, на улице Интернациональной, в наших салонах вы можете по размеру подобрать себе, если вам вдруг это будет необходимо. А вот что это за колючая штучка лежит на столе? Это аппликатор. Он в своем составе имеет очень много иголочек. Каждая из них сделана из определенного металла. И такого металла здесь более 100 вариантов. Да. И каждый металл, воздействуя на какую-то точку в вашем организме, скорее всего, это будет больная какая-то часть. Вот этот, например, можно использовать для спины, для поясничного отдела, либо для грудного. И увеличивая тем самым, воздействуя на точки, оказывая определенный лечебный эффект. Это, опять же, для того, кто может даже и лежит, и не встает, или для того, кого очень болит, очень помогает. Все эти предметы, наверное, можно заказать также в интернете, правильно? Конечно, конечно. И мои родители даже это делают благополучно, заказывают очень это все модно. Магазин на диване. Все рассказывают, показывают, заказал. Привезли. А привезли не то, что хотел. Звонить туда бесполезно. Потому что они говорят, конечно же, мы все у вас вернем. Привозите нам Екатеринбург, и мы у вас все вернем, вернем нам денежки. Поэтому, прежде чем что-то приобрести, ну, не нужно лениться. Лучше все-таки встать, прийти к знающим людям, в проверенное место. Наша сеть аптек давно себя зарекомендовала. Мы работаем с 1994 года и имеем очень большой опыт работы. Поэтому всегда поможем и посоветуем приобрести то, что именно вам необходимо. Ну вот, допустим, даже аппликатор с металлом можно приобрести самостоятельно? Или все же необходимо обратиться к врачу-специалисту? К врачу-специалисту вам, конечно же, если у вас возникла боль впервые, вы обязаны обратиться к специалисту. Бывает порой противопоказано увеличивать кровоток при том или ином заболевании. Это может быть противопоказано. А если вы уже знаете, что у вас проблема существует, вы ее исследовали, вы знаете, что она у вас есть, просто вам необходимо уменьшить в той или иной части боль. Или же вообще избавиться от той или иной проблемы. Конечно же, вы можете приобрести самостоятельно. Но опять же, вам нужна консультация специалиста. Почему? Потому что их очень много вариантов. Есть в виде стелечек, есть в виде маленьких размеров, есть в виде валиков. У каждой своя специфика. И как раз мы специалистов обучаем. Каждые три месяца они ездят на повышение квалификации. И обучаем их правильному подбору тому, чего нужно человеку. Многие люди сейчас покупают ортопедические стельки. Почему они их покупают? Потому что, опять же, про ходьбу. Снижается нагрузка на позвоночник. Снижается нагрузка на позвоночник, правильно. То есть стопа берет у нас всей поверхностью основу. И уменьшает давление на те же самые болевые точки, которые у нас есть. Но у многих такой вопрос. А как же я буду ходить в ортопедических стельках, если у меня зимние сапоги? Я же замерзну на остановке стоять. У нас продаются ортопедические стельки зимние. То есть она имеет каркас жесткий и покрыта сверху войлоком. Они универсальные? Можно приобретать и ходить в них? Или нужно все-таки тоже обратиться за консультацией к специалисту-ортопеду? За консультацией обратиться нужно. Можно приобрести стельки самостоятельно без дополнительной коррекции. Можно. Если здесь есть какие-то выступы или какая-то коррекция, конечно же лучше обратиться сначала к специалисту, а потом приходить за покупкой. Скоро Новый год и нужно поздравлять близких. Вот что можно преподнести не только приятное, но и полезное своему близкому человеку? В нашем Гиппократ вы можете приобрести только полезные подарки для своих родных и близких. У нас есть необычные трости с цветочками, которые будут напоминать о лете в такую грязную и плохую погоду. У нас есть только нужные подарки. Солевые лампы, тонометры, ультрафиолетовые облучатели, рециркуляторы, которые вы можете подарить своим коллегам. В офис, когда вы заходите, вы же не можете изолировать этого человека, о чём мы с вами говорили. Вы не можете его куда-то закрыть, вам с ним работать. А он чихает и чихает. Вы можете подарить своим коллегам облучатель-рециркулятор, который работает в присутствии людей и защитит вас от передачи инфекции одного человека к другому. Давайте пожелаем здоровья, наверное, всем телезрителям. Спасибо вам за беседу. Телезрителям напомню, что в гостях у нас сегодня была директор аптеки «Кипократ» Ирина Лялина. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова